Всем привет, друзья! С вами Болтарес, и сегодня у нас Стрэндж Майт 2. Хостел. Сегодня мы будем наблюдать, видимо, за посетителями, за нашими гостями некого хостела. Я нажимаю новая игра, и, наконец-таки, она сработала с первой тоже много раз и ожидает разные результаты. Рита Мэй Браун сказала это. Довольно неплохая была первая часть, но очень много какой-то суеты было, каких-то непонятных действий, каких-то загадок довольно глупых. Но, может быть, во второй части, ребята, это все исправили и сделали игру действительно годной. Ну, визуал уже сразу прям другой уровень, я вам могу сказать. А что это, блядь, за отель такой засранный? Кто сюда вообще придет ночевать, скажите мне, пожалуйста. И почем здесь вообще номера, учитывая весь этот срач? Да, это фонарь. Ебать, я бы никогда не догадался, что такое. Не понял. Но это значок зарядки, это, конечно, я понял. А что я должен делать? Я просто должен смо... А, вот сюда я должен... Ебать. Это устройство для зарядки батареек? Хуя себе, она какая гигантская. Ну, ладно. Правда, я не понял, как его нужно заряжать. У нас есть дубинка. Отлично, я надел форму сразу. Сейчас будем встречать посетителей, наших гостей. Камера 1, нет питания. Камера 2. Камера 3. 4, нет батарейки. И камера 5. Итого всего... Ой, ой, вы посмотрите, какое огромное здание. Здесь есть вентиляция. По этой самой вентиляции я, получается, могу ползать. Камеры безопасности, ночной сторож, это я. 5, это неопознанный. И вы посмотрите-ка. Маленькая красная точка. Значит, сейчас мы идем вот сюда по коридору. Поворачиваем направо. И сразу... А это что, двери? Что это там за хуйня? А ну-ка, пойдемте проверим, ребят. Мне не нравится. Что это за неопознанный объект? Что такое? Радио, ты зачем работаешь? Так, какой-то хер там сидит. Окей. Он никуда не ушел. Мне просто показалось на мгновение, что, возможно, это он меня решил таким образом отвлечь. Ну, ничего, сука, сейчас я тебя найду. Секунду, блядь, контроль. Движение ВСД. Осмотреться мышка. Бежать левый шифт. Фонарик. Перезарядить батарею. Заимодействовать. И ага. Потому что я, блядь, в прошлый раз помню, нахуй. Взаимодействие. Там еще средняя кнопка была. Просто какой-то, блядь, пиздец. Вот, отлично. Где-то тут, что ли, кто-то сидит? Лула Ладварьева. Кто здесь? Что за неопознанный объект? Это оно? Секунду, а куда звук пропал? Ребята, у меня звук куда-то пропал. Опции, аудио, полноэкранный. Алло, алло, звук, блядь, что с тобой случилось? Где ты? Вот, отлично, звук пропал. Очень странно, очень, я бы так даже сказал, баговано у этого разработчика. Но, да ладно. По крайней мере, пока все работает. Наверное, вот в этой, блядь, комнате-то. Вот здесь в углу кто-то сидел. Я приседать не могу, но, наверное, я и не могу по вентиляции двигаться. Тапочки. Кто-то покурил, выпил, снял тапки и пошел босиком по такому срачу, серьезно? Но это может быть либо ебанутый, либо ебанутый вдвойне. Хорошо. Я, пожалуй, вернусь за компьютер и проверю. Где я вообще был и сместил, если... Подождите. Вот, вот, я нашел неопознанный объект. А что вот это-то за маленькая точка тогда? Что это за хуйня? А-а-а! Я понял! Ребята, это баг. Это просто красная точка от камер. Все ясно. Ой, блядь. Ой, блядь. Хорошо. Теперь нам нужно разобраться с камерами и с батарейками. Какого хуя? Я на Е нажимаю. Я нажимаю на Е. Что не так? Или мне нужно сначала где-то найти эти батарейки? Или, может быть, слушайте, я должен из камеры вытаскивать батарейки и встать... Ну-ка. Ага, вот это как работает. Так, хорошечно. Первая, вторая. Вот, вот сейчас она работает. И таким образом мы можем наблюдать. А эти камеры улавливают что-то? Подождите, не понял. А как это так? А почему эта дверь здесь... А она и была открыта, да? Блядь, я что-то напугался, что как так двери нет. Оказывается, ее тут, походу, вовсе не будет. Шумы, шумы слышу. Ага. Так вот, про что я говорил. Мне интересно, эти камеры, они могут что-то видеть или нет? Пока вон там херня сидит. Пусть она сидит. И давайте мы посмотрим, когда вторая, третья, четвертая. Ага. Вторая, третья, четвертая. Так, ну, блядь, ну к третьей опасно, поэтому я сейчас быстренько, наверное, добегу до второй и до четвертой. И поменяю батарейки. Я не понимаю, зачем вот эта вот херня? Типа, я когда, наверное... Я не знаю, может быть, когда я стою возле этого зарядника, у меня вот самого заряд повышается, но... Но пока нет. Пока это не работает. Я не вижу, чтобы у меня заряда стало больше. Ага, вот она камера. Все. Меняем батарейку. Очень долго меняет. Что-то мы ее менять, блядь, вытащил, вставил и все. В принципе, там можно даже заднюю эту... Ну, вы поняли, не вставлять. Нахуй мне вообще батарейки нужны. Если мы чувствуем, что какой-то пиздец здесь происходит, и мы должны наблюдать, почему тогда не сделать какую-нибудь камеру, которая бы работала, блядь, от розетки? Просто 220 ебануть, и все. Какая-то херня там сидит в вентиляции. Я в вентиляцию залезть не могу, поэтому и хуй с ней. Вторая все прекрасно. Давай куда-нибудь покрутись. Я, наверное, правильно сделал, что везде двери-то открываю, потому что я так смогу больше всего здесь разглядеть. Ага, еще и в пятой теперь камере пиздой все накрылось. Первая у нас крутится. Хорошо. Ничего страшного не происходит, ребят. Все как бы в норме. Поэтому... Давайте, наверное, вот сюда я сейчас поставлю. Так сказать, в опасной зоне. Да, и будем потом сидеть и наблюдать за третьей камерой. Будем ждать, когда кто-то вылезет. Да, вот здесь я вот тоже двери открою. Никого не видно. Там никого нет. Слушайте, ну везде свет горит. Все прям очень так мило. И я бы не сказал даже, что это заброшенное какое-то место. Ну просто срач. Давненько здесь не прибирались. Ну всякое бывает. Это еще работает, нет? Или тоже все накрылось? Мне интересно, как мне зарядить свой фонарик. Я вот пока здесь не понял. Этот момент. В сортире всегда должна происходить какая-то дичь. Но я там уже один раз был и ничего страшного не было. Вентилятор. Подождите, здесь же должна была быть... Ага, вот она. О, у меня с памятью, знаете, ребят, все отлично. Я помнил, что здесь должна была быть камера. Вот она. Мне бы на самом деле, знаете, не помешал какой-нибудь девайс с собой носить. Я не знаю, что-то может быть вроде планшета. Чтобы я мог, стоя на месте, стоя в любом месте, даже вот так скажу, наблюдать за камерами. А то вот так постоянно, блядь, сюда придется бегать. Я пока батарейки поменяю, по всем камерам пробегусь. Ну вот, пожалуйста, в первой уже закончится заряд. Окей. Сейчас мы быстренько тогда... Оп, вот так вот сделаем. Разработчики хотя бы написали, как вообще вот этим вот... А, вот вижу. Да, получается, я подзарядил свой фонарик. Нужно было просто-напросто дождаться, пока полностью заряд не пропадет и все. Итак, сидим и наблюдаем. Первая камера. Ничего страшного нет. Ничего не происходит. Вторая камера. Тоже. Это, по-моему, идеальная ночь. Время идет 7.15. 21 декабря 2020 года. И здесь тоже ничего нет. О, смотрите, четвертая камера может крутиться. Ничего страшного нет. Зачем мы вообще занимаемся этим наблюдением? Серьезно. Ну да, есть что-то неопознанное в вентиляции, ну и что? Ну мало ли кто-то может быть. Какая-нибудь жирная крыса, например. Она причем не двигается. Она просто туда забралась, чтобы поспать. Чтобы вздремнуть. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Все работает. Даже батарейки нигде не надо менять. Ну вот эта точка, конечно, меня подставила в самом начале. Я аж прям немножко запаниковал. Можно, наверное, пока осмотреться. Есть ли у меня вообще возможность походить здесь, почитать какие-нибудь записки. Хотя какие, блядь, записки? Здесь даже английского языка нет. В этих каракулях мы действительно херчу поймем. Ладно. Тогда я пойду вот сюда, поближе к этому неопознанному объекту и постараемся его опознать. Может быть, хотя бы, я не знаю, прислушаемся. Приложим ухо к вентиляции. Если какие-нибудь звуки, может, так будет издавать это неопознанное существо. Но нет. Ой, посмотрите, шкафы открываются. А зачем? В них может что-то лежать? Слышите? Звук записи камеры. Как будто какие-то помехи. Ну-ка. Не, ну, мне необходимо свериться. Первая камера. Вторая камера. Третья. Четвертая. Пятая. И ничего не происходит. И неопознанный объект так и продолжает там находиться. Подождите. Может, я все-таки как-то могу к нему пройти? Ну, серьезно, но... Сколько времени прошло, и нихера не меняется. Давайте я, наверное, сейчас попробую забежать в сортир. Да, в сортир. И попробую как-то там, не знаю, поломиться вентиляцию. А я точно все взял. Так, че? Какая там, говоришь, вторая камера? Где она? Ага. Мне не по пути. Ну, ладно, я зайду. Просто, может быть, помимо фонарика здесь еще какая-то хуйня есть? Ломик, например, чтобы я мог всю эту вентиляцию отковыривать. А, нет, смотрите-ка, я могу приседать. Подождите. Я нажал на контрол и присел. Хотя здесь не было этого написано, ребят. Про присед нихуя не сказано. Эта игра опять над нами издевается. Мол, играй и додумывай сам. Ладно. Получается, я все-таки могу присаживаться. Если я могу присесть, значит, я могу залезть в эту самую вентиляцию. Но она же не просто так сделана. Скорее всего, по этой вентиляции мы, наверное, будем съебываться от какой-то сущности. Давайте попробуем. Она открывается, ребята. Сука, вентиляция открывается, ребята! Все, пизда! Сейчас мы пойдем искать неопознанную сущность. А я забыл, кстати. Где она здесь находится и... Блядь! А я говорил! Я говорил, что это крыса! Вы что, думали, я шучу, что ли? Нет? Ну, это мертвая крыса. Ее кто-то покалечил. С ней что-то случилось. Я, наверное, сразу, да, сейчас себе вот здесь все открою. Потому что... Чует, блядь, мое сердце. Здесь такой пиздец начнется потом. Что только пятки будут сверкать. Ой, хорошо. Ничего даже и не закрывается за нами. Выходим. Так, а что я вышел? Давайте мы, наверное, сразу здесь сейчас батарейку поменяем. На всякий случай. А нет, не надо. Хорошо. Возвращаемся тогда к монитору. Смотрим, что изменилось. Где будет что-то-нибудь еще неопознанное. Ну и мне кажется, что в следующий раз это будет уже совсем не крыса. Наверное, это будет то, что убило крысу. О! Хер стоит! Ребята, стоит хер! Где стоит? Проблема в том, что я не могу... Не могу управлять камерами. Не могу переключаться. Так, он... Ага, я теперь, значит, вот так вот, да, управляю. Ой-ой-ой, смотрите, что пошло. У нас год 1819-й стал, ребят. Время 12 часов ночи. Ну, мурашки пошли. Неплохо. Вы смотрите, какая дичь происходит. Это очень старый отель. Выпустите меня. Наверное, сейчас что-то произойдет ровно в 12. Все желания исполняются ровно в 12. Ну, а нас страхнет инфаркт. Ну, это было предсказуемо, поэтому не было это особо страшно. И слава богу, скажу я вам, потому что за последнее время, блядь, уже натерпелся всякого говна. Итак, вот игра и начинается. Рамирес, Исаак, Пабло, Митчелл и Андреса. Это, видимо, 5 разработчиков, которые создали эту игру. Приятно познакомиться. Или что, все, игра пройдена? Это были титры? Игра, давай так не дури. Ага, пошла загрузка. Ну, это было, видимо, вступление. Нас научили, как нужно вообще что делать. А, нет. Мы просто задремали, как и в первой части. Прошло энное количество времени. И теперь начинается дичь. Ну, по крайней мере, она должна начаться. Естественно, все камеры сели. И неопознанных объектов нет. Но это не означает, что мы в полной безопасности. Открой, пожалуйста. И почему вам нужно смотреть обязательно на ручку? Тихо, 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 не надо. Не дури. Так, где-то радио включ... Ой, а что со светом? Чего он так отвратительно замигал? Что это, блядь, за звук был? Это же где-то радио работало. У нас в коморке, что ли? Не похоже было. Ладно. Заряжаем камеры. Очень долго мы заряжаем камеры. И мне это не особо нравится. Здесь кто-нибудь у нас... Ага, здесь закрыто. А вот здесь, буквально несколько минут назад, на нас напал скример. Давайте внимательно исследуем эту комнату. Мне кажется, здесь должны быть какие-то ответы. Ну, хоть там. Ни ответов, ни приветов абсолютно здесь ничего нет. Вот, вон у нас еще одна камера. Мне кажется, что в туалете будет происходить прям вообще полная дичь. Я даже туда заходить не хочу. Я не удивлен, что там и камеры нет. Так, отлично. Ну, кое-где начинает дергаться свет. Ну, может, я не знаю. Просто лампочка как-то отходит. Плохой контакт. Хотя, блядь, знаете, эти лампы, они всегда себя по-ублюдски ведут, поэтому я их не люблю. И вообще у меня от таких ламп очень сильно глаза начинают болеть. Поэтому не будем смотреть. Так, и вот здесь у нас была еще одна пятая. Пятая камера. Да-да. Что это за пикало там? Может быть, там сообщение пришло? От нашего какого-нибудь лучшего друга, который решил над нами приколоться. Сейчас пойдем посмотрим, узнаем. Это сортир. Правильно я понимаю? Да, это сортир. Я туда не пойду. Даже при том условии, что там горит свет. Нахуй он нужен. Ну да, это радио. Хотя нет. А, это телевизор. Господи. А как на тебя выключить? Или ты так и будешь шуметь? Если ты так и будешь продолжать шуметь, мне придется в тебя что-нибудь кинуть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пятая камера, срочно. Кто это там? Кто у нас там сидит? Не видно. Ну что, ребят? Нам придется пойти и проверить. Давайте, может быть, возьмем метлу. Швабру. Просто вдруг это будет уже не крыса. Или крыса, но живая. Я же должен буду ее как-то прогнать. Чем-то защищаться. У меня кроме фонаря ни хера нет. Кто здесь? Смелый болторез. Проникает. Вентиляцию и нихуя не находит. Ну, ребят, это была просто-напросто ошибка. Камера дала сбой. Камера или система наблюдения? Что это за хуйня? Здесь ничего нет. Я проверил. Так. Не понял. А-а-а! Вон оно что. Получается, можно проникать в закрытые комнаты, да? И смотрите-ка, что я нашел. Кукла. Ой-ой-ой-ой, ребята. Вы посмотрите, уже что-то пошло. Уже что-то начинается. Уже какие-то... Так, тихо-тихо-тихо. Не надо меня пугать здесь. Это я где выйду? Ну вас нахуй. Я, короче, пойду туда, откуда я пришел. Секунду, я не отсюда пришел. Блядь. Мне точно нужен планшет. Ладно, эту смену мы как-нибудь доработаем. С горем пополам. А потом мне нужно будет обратиться к шефу, к начальнику. Сказать, ну как так? Нихуя себе тут, блядь. За камерами сижу, ползаю по всякой вентиляции. У меня до сих пор нет планшета. Скачаем приложение и будем мы вообще следить, где мы находимся. Заплутать можно. Ага. Где-то там... Женщина скрипит из первой части. У меня скоро сядет... Вот он, знак. У меня скоро... Она здесь. Пойдемте посмотрим. Так, ну это подсказки. Ебать, у нее там просто, ребят, пиздец какой-то творится. Ей очень плохо. Но сейчас будет плохо мне, потому что у меня скоро сядет фонарик. И я вообще в итоге нихера не увижу. Я не понимаю, где она? Она замурована между вентиляционными проходами? Так, ребят, нам сейчас вообще не до шуток. Мне нужно найти выход. У меня скоро сядет батарейка. Подождите, может быть я настолько тупой, что на самом деле здесь все-таки карта есть? Если я нажму на М... Что такое? А, то есть это так и запланировано, что ли, было? Да? Серьезно? То есть получается, нас специально заперли в вентиляции. Угу. Игрока заставили паниковать. Зачем ты два раза-то открываешься? Я понял. У нас галюны, ребят. Это нам все снится. Мы просто-напросто уснули на работе, как это обычно бывает. И это нам все снится. Этого нет. Этого просто-напросто не может быть. Потому что, ну какой нормальный человек будет флексить на двухъярусной кровати? Это просто бред. Это все неправда. Ну что он там пытается жопу себе почесать? Так, ну и ладно. И куда мне идти? Вот сюда вот. Хорошо. Что у нас тут в мешках? Не труп ли случайно? Окей, пробираемся дальше. Ну, что я могу сказать? В принципе, атмосферненько. Ну, пока не страшно. Я просто не понимаю, от чего я должен бояться-то. Это что-то... Что-то, скорее всего, египетское. Какие-то, блядь, символы. Каким образом я должен вообще подобрать пароль? Скажите мне, пожалуйста. Сколько должно быть цифр? Пять цифр должно быть, да? Допустим. Допустим, я сюда приду. Может быть, все вот эти рисунки иероглифы... Даже не может быть, а скорее всего, они должны как-то соотноситься к каким-то цифрам. Но каким? Хуй его знает. И, возможно, мы даже и не узнаем. Потому что это очень сильно похоже на тупик. Здесь тоже ни хуя ничего не нарисовал. Что такое? Что это мне так мотнуло? Очень все странно. Просто, блядь, до такой степени странно. Что ты не успеваешь отойти от происходящего, а как уже все что-то меняется. Сюда я не могу зайти. Получается, единственный вариант подниматься наверх. И что, Эвье опять оказался? У меня, блядь, из головы не выходит тот ебучий сейф, который, в принципе, можно было открыть. Нахуя он тогда там вообще находится? Могу ли я к нему вернуться вновь? А что было бы, если бы я пошел не в левую дверь, а в правую дверь? В правую дверь. Подождите, вот здесь он был? Нет? Так, да, да. Получается, где-то вон там сейф. Я заходил вот сюда в шторку. Вышел здесь. Так, 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 так. Вот там под столом я могу, значит, пролезть. Здесь еще одна дверь. Что? Блядь, иди нахуй! Господи, что там за псина? Кто вообще, блядь, в отель животных пускает? Ебанулись, что ли? Так, здесь мониторы ставили. Тут, получается, я опять вниз могу спуститься. Ёб твою мать. Что это за дичь? Здравствуйте. Камера номер три. Здесь тело женщины. Оно все в язвах. Может быть, это даже женщина-змей. Окей, что дальше? А, ну эта камера, получается, направлена на вот эту вот комнату, в которой я нахожусь. Ну окей, я посмотрел. Я могу от нее выйти отсюда. Спасибо. То есть здесь когда-то была женщина. Еще одна игрушка была найдена. Что такое? Что со мной происходит? Меня сейчас кто-то пугать будет? Кстати говоря, у меня сейчас фонарик сядет. И я хер чем смогу увидеть. Ладно, возвращаемся. Ну, наверное, теперь должно что-то произойти. Потому что когда я нашел первую куклу, находясь в отеле, нас, собственно, сюда и перенесло. Поэтому логично предположить, что я вот сейчас нашел еще одну куклу, и нас, наверное, должно перенести обратно в отель. Может быть, после того, как я здесь посижу. Ой, еще одна кукла. Четыре. Ага. Стул на стене это, конечно, здорово. У нас есть цифра четыре. Окей. Получается. Ебать, я тебя и не сразу заметил. Получается, это была первая камера. Спокойно, кажется, я понял. Это была первая камера, и здесь мы увидели цифру четыре. Значит, пароль от сейфа, возможно, начинается с цифры четыре. Ну-ка. Давайте-ка я сейчас тогда вот сюда еще зарублюсь. Получается, и здесь я должен где-то цифру увидеть, да? Семь. Так, третья камера это семь. Получается, четыре какая-то цифра, а потом семь. Четыре цифра... Четыре цифра семь. Все правильно, да. Четыре какая-то цифра и семь. Блять, по-хорошему, конечно, надо все это записывать на листок, чтобы не забыть. Но проблема в том, что вряд ли... Вряд ли. Блять, я бы забыл про тебя, псина ебаная. Вряд ли я пройду эту игру, потому что пока это как-то все уныло выглядит. Ага, здесь я, получается, могу пройти по вентиляции. Почему? Почему я могу здесь пройти по вентиляции? Зано, что кто-то будет бегать. Ну все, смотрите, ребята, у меня сейчас фонарик сядет, и я в темноте хер чего увижу. Никакой подзарядки я здесь не нашел. Хотя, может быть, там, где мы нашли самую первую камеру, можно было зарядиться. Там все-таки комп стоял. Хуй его знает. А я могу по решеточке? Нет. Не могу. Ну ладно, давайте тогда мы сейчас вот сюда еще сходим. Да, здесь есть камера. Может быть... Может быть... Мы даже откроем сейф. Ладно, ничего интересного нет. Заходим в камеру. Ищем, ищем цифру. 9. И это вторая камера. Получается 497. 497. И еще какие-то цифры. 497. 497. Все ясно. 497. Ну, теперь мне нужно вернуться к сейфу. Давайте мы его попробуем найти. И, может быть, даже методом тыка. Если там нам повезет будет 4 цифры, то мы, в принципе, сможем найти. Либо придется искать. Вот, вот, мне нужно направо. Да, да, и здесь находится камера. Все правильно. Все так и должно быть. Сука, мне кто-нибудь, блядь, батарейки даст для фонарика или нет? 497. 497. 48. Отлично. 497. 48. 497. 497. 497. 497. О, заебца. 497. 48. Помогайте, ребят, мне. 497. 497. Ха! И, оптать, вот еще одна кукла. И так, у меня их уже две. Все. Теперь должно что-то случиться. Теперь, наверное, я должен прийти в самое начало, потому что, да, как бы мы отсюда пришли. Я там нашел абсолютно все. Ну, как нашел? Я открыл, я все пролутал, я облазил. Все, что было нам доступно. Поэтому, поэтому, да, с этими куклами нам нужно возвращаться, наверное, в самое начало. Что такое? Не понял. А, это я просто немножечко здесь забагался, да? Ну, ничего, ничего бывает. Все, смотрите, пацан нафлексился, у него просто уже сил нет. Хорошо, уходим отсюда. Мне здесь не нравится. Откуда я пришел? Вот отсюда, да? Так, ребята, выпускайте меня, у меня есть куклы. Пойдемте той скрипящей, плачущей, что вообще делала эта женщина вентиляции. Отдадим ей эти вонючие куклы, и пусть она нахуй убирается из нашего отеля. Правильно? Правильно. Наш отель. Все, мы, наверное, вернулись, да? Ну, на самом деле, это как-то было очень... Я же в отеле, да? Да, я в отеле, и какого-то хера я очнулся в туалете. Это что? Это мы, получается, просто пошли посрать и уснули? И это все мне снилось? Все может быть в инди-хорре не исключено. Может быть и такое. Оу. А это что у нас такое? Это я сюда... Это наша новогодняя елка, ребята. Вот он. Вот он, новогодний инди-хорр. А я думал, а в чё ж такое можно поиграть, что прям на Новый Год? А вот он. Вот он, пожалуйста, ребят. Ага. А может это и не разработчики? Может быть это... Может быть это... Умершие в этом отеле и заключенные души в куклы, которые я нахожу, сжигаю на костре, на ветке прямо в отеле. Господи, это какой-то пиздец. Я ещё что-то должен здесь найти. Смотрите, это... Что это? Это какая-то змея, да? Здесь должна быть. Ну-ка. В камеру могу залезть? Нет. А посмотреть могу куда-нибудь? Пидарасы! Ребята, они утащили у меня монитор. Вы чё, охуели что ли? Ну окей, пойдёмте куда-нибудь. Они ещё и двери у меня тут... Ай! Блядь! Ой, хорошо. Вот это было неожиданно. Они у меня ещё и двери здесь поснимали. Вы посмотрите, суки какие. Пресс на любую кнопку. Ну ладно. Двери, суки, поснимали и оставили тряпки. А чё такое? Я чё-то неправильно что-ли сделал? Мне не сюда надо было? Ну ладно, пойдёмте вот тогда сюда налево. Хуй с вами. Чё-то, блядь, где-то я должен найти. Могу лазить? Нет. Ну ладно. С одной стороны это упрощает нам задачу. Вот, вот здесь я нашёл первую куклу. Подождите, а чё, в сортир что ли идти? Серьёзно? Я ж оттуда вышел. Ну я, наверное, тогда сейчас буду проверять каждую комнату, заходить в неё. Потому что, может быть, чё-то в комнате есть. Вот здесь можно пройти и хорошо. А может быть я, может быть я туда и должен пройти, но только, но только не через тряпку, а через вентиляцию. Может, тогда меня никто не будет скримить. Давайте попробуем. Это получается я сейчас возле третьей камеры, правильно? Да, вот здесь вот должна быть третья камера. Вот она стоит. Так, ну я сейчас сюда прошёл, и что? Ага, я ещё и в камеры-то могу залазить. Очень странно, потому что буквы Е не светятся. Ага, эта хуйня, она проходит, ребят, смотрите, она шароёбится здесь. Она ходит, вон, вон духи, смотрите, летают. Вот это именно они на нас напали. Так, идёт на нас? Окей, ждём. Сука, пропала. Сюда идёт. Давай. Давай, паскуда. Она где-то здесь. Вон она. Оно летит. Оно меня сейчас сожрёт, и мы, наверное, начнём заново. Да? Да-да-да, так и получилось. Хорошо. Я понял. Мы должны сейчас просто шароёбиться по этому отелю, найти какой-то предмет, блядь, какую-то змеюку, повесить её вот сюда вот на алтарь. Но при этом, при всём, нам теперь будет мешать какой-то злой дух. Окей. Ну, не знаю, ребят, может быть, я, конечно, ещё поиграю в эту часть этой странной ночи, потому что, ну, в целом, она выглядит довольно неплохо. Это иногда даже пугает, и пугает очень даже ничего. Не знаю, будет видно. И, ребята, сейчас будет бонус. И это продолжение инди-хорра Десент. Решил я в него ещё немножечко поиграть, посмотреть, чем это всё кончится, и чем ещё порадует нас этот инди-хорр. Я собрался с мыслями, собрался с духом... Подлог хир откроем. Вот. И надеюсь, что в этот раз я не буду больше визжать, как маленькая девочка, и хер меня что напугает. Отлично. У меня есть кров-бар. Хорошо. Так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, в принципе, я должен уже взломать эту дверь, расхерачить замок. Так, а здесь, смотрите-ка, тоже дверь есть. Как-то завалено. Ну, ладно. Идём, пробуем открыть, а потом пойдём на свет. А, слушайте, а не работает? Это не работает? Хм. Интересно, а для чего тогда мне нужна монтировка? Может быть, для того, чтобы защищаться и отбиваться от кого-то? Или, может быть, лёжа в инвентаре, она мне просто придаёт уверенности? Но нет. Это так не работает. Ай! Блядь! Сука. Ну, не в самом же начале. Чё, почему я так низко? Что со мной? Я от страха присел, блядь. Я от страха уж на С нажал. Что это у нас? Это у нас апельсины. Это какая-то подсобка. Это склад с фруктами. И кто это вылез, я даже не знаю. Местный торговец, блядь. Ашот какой-нибудь. Сука. Так, хорошо. Здесь, кроме Ашота, я никого не встретил и ничего не нашёл. Блядь, надо было монтировку в руки взять, чтобы как въебать ему. Чтоб он больше не вылазил. Открываю. Ай, блядь! Ебать! Сука ты! Это что за инди-хоррор такой? Ёб твою мать! Две минуты, блядь, играю. Я уже два раза обосрался. Вы чё? Фух. Так, это последний инди-хоррор. В этом году, я думаю. Я хочу дожить, блядь, до Нового года. Выпить шампанского, блядь, под звон курантов. Здесь что-то светилось. Где оно, блядь? Куда оно пропало? Это открывается, не? Нет, ну серьёзно, или мне показалось? Вроде как здесь на полке что-то лежало и куда-то пропало. Ну ладно. А куда Малой-то побежал? К Ашоту, что ли? Нахуй ты к нему не ходи. Он тебя, блядь, напугает. Нет, мелкого здесь нет. Ну хорошо, тогда я иду дальше. Нужно помнить, что можно вернуться ещё назад. И там у нас есть дверь. Там нужен ключ, скорее всего. Ой, блядь! Ёбаный Ашот! Сука такая! Да не трогал я, блядь, твои апельсины! Туда я не пролезу. Но кажется, вот здесь мне и пригодится, наверное. Монтировка-то нет. Теюс! Вот, отлично. Сейчас опять Мелкий выбежит, да? Мелкий, либо Ашот здесь должен быть. Ага, никого. Что это такое? Мы нашли болторез, хорошо. Блядь, тут, наверное, такая вонища стоит, что пиздец. Ладно, уходим отсюда. Всё, теперь мы можем смело возвращаться к той самой двери, скрывать этот замок и двигаться дальше. Давайте это сделаем быстро. И желательно с закрытыми глазами и с закрытыми ушами. Всё, перерезаем нахуй. Открываем. Ой, дайте я немножко это передохнул. Охуеть, ну серьёзно? Это что такое? Что за дела-то, блядь? Пять минут не прошло. А скримаки уже налетели. Надо же было как-то немножко подготовить. Ну, блядь, видите, игра просто не рассчитана, что в два этапа человек будет проходить. Если бы я, конечно, проходил в один присест... Ой, блядь! Паскуда вонючая! Если бы я проходил в один присест эту игру, то я бы, конечно, привык ко всем этим скримакам и уже бы не пугался. Падла, а? Чё это у нас там? Так, как мне пройти? Мне что-то надо на каталку, да? О, откатили. Так, угу. И что у нас здесь? Ужин, да? Кто там опять ашот вылез? Нахуй дверь давай закроем. Вот так. И нам предлагают скушать сердце, а оно ещё живое. Что за чёрт здесь происходит? О, это, кстати, те самые золотые слитки, которые я собирал. Что такое? Я его должен съесть? Я вроде как не могу здесь ни с чем взаимодействовать. А, вот есть нож. Ну всё правильно, а как я целиком-то буду, блядь, его? Хотя здесь тоже ножи есть, почему нам эти не понравились? Закончи с мясом твое сердце, мое сердце. Да. Вот такой вот маленький кусочек всего лишь. Нажмите спей, что будет. Вот, оказывается, ребят, совсем маленькая писюлечка. Не допроходил я в прошлый раз. Что-то случилось с нашей супругой. Это она, в общем-то, и вылазила постоянно, схремачила нас. Судя по вот этому эмбриону, она была беременна, но что-то случилось не то. Она, наверное, потеряла ребёнка, сама умерла. И вот эта последняя картина, трагедия, так сказать. Мы проткнули её сердце, она умерла, и мы не смогли жить без неё. Ну, наверное, как-то так. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok